Субтитры делал DimaTorzok 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 Плотный и насыщенный Времена называлась по-разному Русские мореплаватели Называли эту бухту Отворотная А позже за ней закрепилось название Девкина Заводь Так ее называют и по сей день Само же название поселка Так и остается неразгаданным То ли в нем есть финские корни То ли самские А может быть и те и другие Есть сведения, что в 11 веке Границы между Россией и Норвегией По договору Ярослава Мудрого С норвежским королем Олафом Считался залив Люменфорд Около тремся После войн с Норвегией Что велись до 1323 года По мирному договору Между новгородским князем Юрием Даниловичем Со шведским королем Магнусом Нашим морским рубежом Считается Врагнерский залив В разные времена Земля, которую занимает Печенский район сейчас И в Рангерфьорд Были арены и противоборств Между разными странами На этой территории проживали Не только Саами Но и русские, финны, норвежцы Шведы и другие народы Было несколько селений По берегам Печенского залива Как на западном берегу Так и на восточном Это были Малонемецкая Аленка Трифонов ручей Гагарка Баркина Княжуха Печенга Базарная Столбовая Финнморская И Ворьема Люди, живущие в этих селениях Занимались рыболовством И земледелием Первыми колонизаторами Саамской земли Были новгородские ушкуйники А около 1526 года На Печенге Поселился Трифон Но это уже совсем другая история Которая требует Отдельного расследования Лейнахамари Это место древних поселений А нынешнее название Девкинозаводь Упоминается В 1608 году А начиная с 1533 года Через несколько лет После того Как в тех краях Появился Трифон И возник монастырь Святой Троицы Ныне известный Как Печенский Вот такая вот Краткая Но весьма Запутанная история И опять мы Наталкиваемся на топоним Неизвестного Происхождения И это уже Становится Закономерностью Хочу напомнить Что топоним Западные лица Тоже взят Непонятно Из какого языка Кстати Не так давно Разбирая старые карты Я наткнулся На интересное написание Слова лица И если читать По буквам То получается Слово лоуса Туда же можно Отнести И слово Сейт Которое тоже Взято Из неизвестного Языка И вот тут Хочешь не хочешь А мысли О протоязыке Все же возникают И не надо Далеко ходить Мой любимый вопрос Который я Периодически Задаю Звучит так А на каком Простите Языке Преподобный Трифон Проповедовал Ну или же А на каком языке Общались колонисты И велась торговля Нет Ну как же У историков Все просто Я сейчас Возвращаюсь К Ленахамаре А может Это слово Саамского языка А может быть С финского Какая разница Главное что Оно переводится Так же непонятно То ли каменный цветок То ли крепость На камне Подумаешь Также В родословной поселке Можно прочитать Такие интересные факты Как В начале 18 века В районе Ленахамаре По указу Петра I Устанавливается Таможенный караул В 1767 году В Печенский залив Заходит парусник Нарген На котором служил Мичман Федор Ушаков Будущий адмирал С 1825 По 1827 год Печенский залив Исследовал Адмирал Федор Литке В марте 1918 года Началась война Между будущим СССР И Финляндией 14 октября 1920 года Подписан мирный договор Между СССР И Финляндией Территория Печенского залива Передана Финнам С 1921 По 1931 год Было построено Несколько причалов И хранилищ Вайталахте Вайдагуба Нурминсиатте Малонемецкая Матиавуна И Пуманке В 1931 году Введена в эксплуатацию Дорога от Трифона До Лейнахамари Дорога На Ледовитый Океан Из Рованиями Через Садан-Кюля Что привлекло Туристов В порту построили Первый причал Длиной в 50 метров В 1932 году В Лейнахамаре Построили отель При советской власти Это здание штаба А сегодня Здание заставы В 1933 году Вошел в строй Рыбоперерабатывающий завод В 1938 по 1939 годы Произведены работы По расширению порта В Лейнахамаре В связи с эксплуатацией Никелевых месторождений 1 декабря 1939 года В ходе Зимней советской войны Советские войска Овладели Лейнахамаре Однако 13 марта 1940 года Порт Лейнахамаре Отдали обратно После подписания Московского договора И буквально тут же В этом же 40-м году Порт возобновил Свою деятельность В апреле Причалу Ошвартовалось Два судна Водоизмещением 8 тысяч тонн И уже осенью Функционировали Шесть причалов Общей протяженностью 430 метров В сентябре 1940 года Гавань получила Электричество Весной 1941 года На шведские деньги Был построен Причал А зимой Были построены Топливные емкости Фирмы Шелл 14 июля 1941 года Импорт Пицама Почти полностью Прекратился В связи с приходом На эту территорию Гитлеровских войск И только 13 октября 1944 года Советские войска Освободили Порт Лейнахамаре А 14 октября И Пичанго Вот такая вот Богатая Родословная Крохотного поселка И ведь тут по каждой дате И событию Можно сделать Отдельный Полноценный выпуск Но пока Я отложу Все это в сторону Так как нас Интересует Совсем небольшой Промежуток времени Длиной в 3 года За время которого Согласно Официальным источникам И возникли Те самые Загадочные Кольца И чтобы не вводить В заблуждение Моего Уважаемого зрителя Как это делают Те Кто именует Себя Краеведами И официальными Историками Я хотел бы Показать вам Местоположение Этих колец И находятся Они Вот здесь На расстоянии Около Километра Между первым И последним Кольцом Всего колец 4 Как вы сами видите Расстояние До Девкиной заводе Где собственно И располагались Гитлеровские войска Где-то Около Километра А до полуострова Немецкий Чуть больше 7 километров И это Расстояние По прямой Без учета Так сказать Пересеченной Местности Сами же Кольца Находятся На высоте От 85 До 113 Метров Над уровнем Моря А окружающие Эти кольца Сопки Имеют высоты От 200 До 450 Метров Напоминаю Что все ссылки На использованные Мною Материалы Находятся В описании Сами все Можете проверить В итоге Мы имеем Узенький коридор Который смотрит На Девкину заводь А на другой стороне Заводи Мы опять Упираемся В стены Да и не только На другой Мы везде В эти стены Упираемся Почему я Дорогие мои зрители Заостряю Ваше внимание На вот этих Вот фактах А все предельно Просто Дело в том Что те самые Краеведы Которые называют Себя историками Рассказывая О предназначении Этих колец Показывают их Наряду С другими Объектами Как будто бы Они расположены В одном месте И это Единое целое И особенно Хорошо У них получается Смешивать Фотографии Объектов Которые находятся На полуострове Немецкий Вместе с кольцами Повторяя тем самым Историю с пирамидами Ну а теперь Давайте рассмотрим Их официальную И безапелляционную Версию Итак По официальной версии Это не что иное Как артиллерийские Позиции Цитата На основании Полученных документов Чертежей И схем Было выяснено Что к установке На батарею Планировались Орудия 305 мм Производства Шкода Затем Организацией ТОТ Был разработан проект Установки орудий На стационарные позиции Береговой артиллерии С учетом специфики Ленахамарского рельефа И проект Получил кодовое название ПЕТР Во всех немецких документах Батарея именуется СОМИ Батарея СОМИ Это не просто Четыре огневые позиции Она должна была встать В целом подземным городом С казармами Автономными системами Питания И отопления Помимо всего этого Должна была быть построена Система ПВО И полевых укреплений Возможно в планах У немцев Была установка Радарных установок Ввод в действие Этой батареи Серьезно бы Осложнил ситуацию На нашем участке фронта Обладая значительной Дальностью стрельбы Применяя дальнобойные Фугасные снаряды Батарея могла поражать Объекты На рыбачем И на дефиле Титовка Литса К счастью для РКК Стволы на север не попали Поскольку строительство Батареи Закончено не было К 1944 году Конец цитаты Мда Мне после всего этого Остается лишь только Процитировать Фразу Одной Нашей соратницы Да ты ж Мой Хороший Ну то есть Вы понимаете Да Это не оценочное Суждение И не частное Мнение Дилетанта Вроде меня Где можно строить Версии И предположения Используя такие Слова как Возможно Или бы Это официальная Версия Которая Не позволяет Никаких Предположений И допущений Только факты И только документы Что же касается Самих документов Давайте На них посмотрим Итак В качестве Доказательной базы Нам показывают Фото Корабля Который Называется Принц Ойген Ну и по всей видимости Именно с этого корабля Должны были снять Эти орудия Далее Нам показывают Суперсекретный документ Содержащий Информацию О том Что можно Распилить На иголке А что можно Вторично Использовать Ну и какие-то Рекомендации По транспортировке Потом Нам предлагают Посмотреть Вот на этот Чертеж Где действительно Написано Тяжелая батарея Петер Далее Нам показывает 175-тонный кран К батарее Фогельнист С припиской Так это все Выглядело бы В Ленахамаре Потом идет Фотография Установки Орудия На батарее Линдеман И опять приписка Так это все Происходило бы В Ленахамаре А вот еще одно фото Строительства батареи Ганнстед 2 Правда уже без приписки А вот план схема 305-ти миллиметрового орудия Немецкой батареи Ну и как вишенка На торте Еще одна План схема Местности Давайте на ней Более подробно Остановимся Что мы тут видим В правом верхнем углу Мы действительно видим Надпись Петер В кавычках Чуть ниже Четыре объекта Две дороги Одна из которых Выделена красным И подписана Как Петер век И какой-то объект Чуть левее В левом нижнем углу Мы видим Надпись НСКК Мы это пока запомним И отложим в сторону Потому что это очень важно От этого объекта В сторону Ленахамаре Идет еще одна дорога А внизу мы видим Какие-то пояснительные надписи Давайте попробуем Их перевести Первая надпись Переводится как Расшифровка цвета Пустой квадрат Означает, что направление Не строится Квадрат с полосками Означает, что строится Но еще не забетонировано И не закончено Ну а слово Аузбух Означает Сгорело Или взорвано Красный квадрат Готово к взрыву Или уже Забетонировано Так что можно Использовать Как временную Признаться честно Когда я получил Этот перевод Я некоторое время Находился в полном ступоре Потому что Для того, чтобы получить Точный и осмысленный текст Без всяких домыслов И фантазий Я обратился Не к гугл-переводчику Вернее, вру Сначала я, конечно же К нему обратился Но на выходе Получил какой-то Несусветный бред Но потом я вспомнил У меня же есть Маргоша Которая не только В совершенстве Владеет немецким языком Но и преподает его В одном из петербургских Универов Наряду с германской И древнегерманской Филологией Так еще она сама по себе Этническая немка Со всеми вытекающими Оттуда нюансами А это прежде всего Еще и менталитет Кстати, именно Маргарита Подтвердила мою догадку о том Что когда немцы На своих картах Помечали некоторые дороги Используя слово ВЕГ То эта надпись Обозначала не просто направление А имела более глубокий смысл То есть именно таким образом Они и помечали Древние дороги На что Маргоша Искренне удивившись Ответила Так а что тут непонятного Это обыкновенная Карта дорог Общедоступная Причем Исследовательского характера И это хорошо видно Из условных обозначений И тут До меня дошло Ну как же Конечно НСКК И никто иной как я О ней же и упоминал И неоднократно В своих выпусках И тут картинка полностью сложилась Ведь главной задачей Этой организации Являлась Являлась Именно логистика А уже потом Все остальное Хотя все остальное Не менее интересно Как и сама организация Напомню Что НСКК Имела особые полномочия И подчинялась Напрямую фюреру И тут еще Очень большой вопрос Кто круче Они Или Анненербе И в рамках вопроса Который мы рассматриваем Это существенное дополнение Ну то есть Вы понимаете Да Что такое мелочи Как строительство Какой-то там Береговой артиллерии С использованием Устаревших пушек С каких-то там Списанных кораблей Но это даже близко Не их уровень А вернее даже не так Если бы эта организация Действительно Занималась Этим вопросом То все было бы Построено Установлено И даже Отполировано Ну и Раз уж речь Зашла о дорогах Позвольте Я вам кое-что Покажу Итак Перед вами Та самая дорога Которая на схеме Изображена красным И называется она Петр Вег И именно эту дорогу Составители Этой карты Пометили Как готова К взрыву И можно Использовать Как временную На первый взгляд Эта дорога Ничем не отличается От тех самых Древних дорог Изучением которых Я занимаюсь Но если Подойти к краю То мы Увидим Вот это Обыкновенный Рваный камень В виде крупной Щебенки А древние дороги Выглядят Вот так То есть По сути Мы видим Великолепную Имитацию Я показываю Вам эту дорогу Для того Чтобы быть Объективным И да Действительно Немцы На Кольском полуострове Дороги строили Пусть даже Вот такими вот Отрезками Длиной В полтора Километра Ну а К пояснительной Надписи Мы еще Неоднократно Вернемся Потому что Это тоже Очень важно Напоминаю Что надпись Гласит Готовок взрыву Можно Использовать Как временную И в самой Этой надписи Уже содержится Подсказка В ответе На вопрос А что же Такое Эти бетонные Кольца И чем Они были До этого Но давайте Не будем Забегать вперед Соблюдая Регламент Нашего Повествования Давайте Опять вернемся К официальной Версии И подведем Промежуточный Итог Доказательная База Представленная Нам В виде Тех документов Которые Мы рассмотрели Таковой Являться Не может Так как Не отвечает Требованиям Научного Метода Ну а Те документы Которые Нам были Предоставлены Не являются Прямым Доказательством Официально Изложенных Утверждений Но для Того Чтобы перевести Официальное Утверждение В ранг Рядовой Версии Которая По сути Ничем Не отличается От версии Того же Эрнста Молдашева Нам необходимо Рассмотреть Еще один вопрос И этот вопрос Касается Целесообразности Постройки Данной Конструкции Именуемой Как Береговая Оборона В данном Конкретном Месте После После Долгого И тщательного Изучения Технических И Баллистических Характеристик Тех Самых 305 Миллиметровых Орудий Фирмы Шкода Которые Были Сняты Со Списанного И уже 20 лет Как Потопленного Дредноута Принц Ойген Кстати Сами Пушки Были Изготовлены Где-то Между 1912 И 1914 Мы Пришли К Выводу Что Да Действительно Снаряды Выпущенные Из этих Орудий Могли Преодолевать Все Перечисленные Мною Ранее Высоты А Дальность Полета Снаряда Весом Почти В пол Тонны Составляла 15 Километров И Вот Тут Возникает Вопрос Простите А Куда Это Должно Было Стрелять Я Понимаю Что Для Зрителя Который Не Был В тех Ни о чем Не Говорит Поэтому Я Поясню Эти Орудия Могли Стрелять Либо Только По Своим Либо По Союзникам Ну а Для Тех Кто Лично Хочет Убедиться И Более Глубоко Покопаться В данном Вопросе Карты Противостояния Советских И Гитлеровских Войск Причем По Годам Будут В Описании Позиции Данного Противостояния Начиная С Я сейчас не буду Перечислять Такие факторы Как Мертвые Зоны Ликвидация Наводчика Порча Телефонного Кабеля Массированные Бомбардировки Или просто Какие-то Диверсионные Операции В общем Вариантов Выведения Из строя Этих Монстров Можно Придумать Великое Множество Я сейчас Этим Заниматься Не буду А задам Всего-навсего Два Каверзных Вопроса Вопрос Первый А в каком Простите Состоянии В плане Изношенности Уже Находились Стволы Орудий Которые Сняли Со Списанного Дредноута И на что Его Собирались Менять В случае Его выхода Из строя Второй вопрос А чем Эти орудия Должны были Стрелять Ну вот Допустим Закончился У них Боезапас Со Списанного Корабля И что Дальше Срочно Строить Завод По Производству Снарядов Или же Тащить Из Европы И много Притащите Но справедливости Ради Хочу заметить Что Береговая Артиллерия У нацистов Была И весьма Эффективная И даже Не одна Вот только Располагалась Она Совсем В другом Месте Но об этом Как и о многом Другом Я расскажу Вам В следующей Серии Моего Выпуска О загадочном Месте С не менее Загадочным Названием Лейна Хамари Ну а продолжение Которое Я надеюсь Будет Еще интереснее Появится Я надеюсь Где-то К концу Сентября Десятого Числа Я опять На неделю Вас Покину Ну а вы Господа Оппоненты Историки Икра Готовьтесь Пожалуйста Более Тщательнее Потому что Тыква И баскетбольный Мяч Только Внешне Похожи А вот Предназначения У них Абсолютно Разные Спасибо Всем За внимание И всего Вам Доброго Продолжение следует... Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!